Приветствую народ, с вами Кит, и в очередной раз стены Варчига подвергаются нападению. Вновь и вновь вражеские королевства и их глупые лорды штурмуют данные стены, но они оказались для них неприступными, так как защищал их сам чёрт. Ну а если серьёзно, то пришлось пережить довольно много осад, что-то около пяти или шести с окончания предыдущей серии. Враги всё нападали и нападали, ну и по большей части это у нас с вами были ботанцы и драйки. Но всё-таки один раз действительно достойную армию смогли привезти даже германцы. Там было почти пол-три тысячи человек, и они, естественно, разбились в пух и прах. Спасибо, опять же, разрушению их осадных орудий. То есть им это мероприятие не помогло, к моему большому счастью. И по итогу, спустя опять же кучу осад и смерти нескольких десятков лордов различных государств, варчик наконец-таки у нас с вами был в безопасности. После чего картавый чёрт решил всё-таки пойти да набрать себе войска, потому что собственные силы были всё-таки ослаблены кучей вот этих вот дурацких осад. И необходимо было укрепить свои боевые ряды перед тем, как переходить от обороны к нападению. Итак, что ж, дамы и господа, наконец-то мы с вами разобрались с большим количеством осад на варчиках. Было дофига и больше. Погибло порядка 30 или даже 50, ну, в этом диапазоне, вражеских знатных особ. Ну и, соответственно, в ближайшее время, думаю, не драйки, не ботанцы на меня не нападут. Вот. Германцы напасть просто-напросто уже не могут, потому что осталось у них всего лишь два боевых, ну, вообще как бы два клана родных. Из них, соответственно, всего лишь осталось 4 лорда. Насколько я помню, Гальден был у меня пленником, но, может, уже свалил. Пёс его знает. В общем, 4 лорда у них всего, они ничего сверхъестественного собрать не смогут. То есть их максимум, думаю, 300-400 человек, и варчику они просто ничего не сделают. Тем более, что варчика сейчас нормально более-менее с провиантом и так далее. То есть они продержатся. Соответственно, нужно нам с вами двигаться дальше. Я хочу захватить Ревел и Устокол. Первым, так сказать, пунктиком у нас все-таки будет Устокол, потому что у Ревела, как мы сами видим, тысяча защитников. Тысяча защитников это большая-большая проблема. То есть, смотрите, у них еще и провианта 1700. То есть взять их каким-нибудь голодом или измором просто невозможно. То есть единственное, что мы можем сделать, это, естественно, разрушить им обе стены и напасть в двух стен. Но, опять же, их количество все равно будет в два раза больше. То есть, да, у них, конечно, 700 ополченцев, как бы полная фигня, но, тем не менее, двухкратное преимущество это все равно очень-очень мощно, как мне кажется. И на Ревел стоит идти в последнюю очередь, потому что, опять же, осада будет очень долгой. То есть даже, ну, типа, если брать за пример вариант, где мы сами разрушаем обе их стены, осадное орудие и так далее. Типа, попробовать можно, да, но, опять же, во что это выльется, честно, пёс его знает, так что рисковать все же не будем. Также, я совсем забыл, что у меня нанято, конечно, большее количество специалистов. Вот здесь вообще, мне, кстати, говорят, да, их больше, скажем так, максимума. По одной простой причине, мне повезло, где-то вот здесь вот, в Ботании, когда я путешествовал, кажется... Кстати, да, вот возле этого Рим Тойла, когда я путешествовал, оказалось, что ботанцы взяли в осаду этот замок, или имперцы взяли в осаду этот замок, неважно. В общем, две армии схлестнулись, и в итоге одна армия была мертвая, насколько я помню, имперская, а ботанцы их почти что изничтожили, но у самих ботанцев оставалось 200. Ну и, соответственно, я и тех пленил, и тех пленил, и по итогу как бы освободил там 150 или 200 человек. Ну и лордов пленил, опять же, около десятка, то есть это было прям феноменальное, офигенное событие, все дела. И благодаря этому, да, я там смог взять себе очень много как раз-таки специалистов, которых как бы освободил. Поэтому у меня их больше лимита, ну, для тех, кому это интересно. Ну не суть, ведем с вами в Устокол, главная цель захвата Устокола, это, естественно, передать Устокол кому-нибудь из моих как раз-таки вот этих вот ребят-спутников, соответственно, появится новый клан, и, соответственно, появится новый боевой отряд. У меня вообще их было три, но одного из моих придурков пленили недалеко от Варчига, так что, к сожалению, он у нас с вами потерялся, ну, поэтому с вами идем сейчас захватать Устокол и, скорее всего, ему просто отдадим эту территорию, и, возможно, благодаря этому его освободят, ну, или нет. Пес его знает, если честно. Самое главное нам с вами все-таки, да, поставить себе стоп, если я буду... Я вот не знаю, стоит ли разрушать стены, это, безусловно, даст мне хороший такой бонус, но в плане по потерям и так далее у нас все будет с вами в разы-в разы лучше, тем более, если у них не будет санных орудий. Наверное, все-таки так и поступим, если, опять же, никто на Варчик не нападет, не забахает осаду и так далее. Это маловероятно, но абсолютно не исключено, поэтому посидим, посмотрим, что из этой осады выльется, и сколько вообще времени на это мероприятие у меня уйдет. И вот, наконец-таки, к осаде мы с вами готовы, обе стены были уничтожены. Понеслась. Сейчас мы им лиц-то разобьем. Так, начальное соотношение у нас практически идентично, это очень хорошо. Странно, что не вытащили, скажем так, все наши войска, предусуждать еще подкрепление, чтобы максимум... А, нет, стойте, у нас же... Нет, у нас 500 человек, все правильно. Что-то я забыл, что взял с собой еще, скажем так, подкрепление, у нас реально должно быть 500 человек. Изначально, ну, типа, если считать еще с моими, скажем так, боевыми отрядами дополнительными, но отчет как-то нет. Ладно, буду пока здесь ездить немножечко врагов нарезать, потому что если я буду стоять, ну, не знаю, так ли я буду эффективен, я уверен лишь в одно, что у меня будет больше шанс потерять лицо в плане хпшки. Ну и плюс ко всему смогу еще подрезать лучников, потому что наибольшая проблема здесь все-таки лучники, а не обычные солдафоны. Лучники здесь могут нашим ребятам довольно эффективно настрелять, то есть когда лучники сражаются за меня, они полный хлам, но когда они сражаются за врага, да еще и в какой-нибудь осаде, неважно уже, со стороны обороны или нападения, эти ребята прям максимально эффективные, ну, классика, короче говоря. Так, подрезали этих ребят, что-то мои римские парни тупят. Вот, ну и как бы все, то есть потеряли мы с вами, как видим, 15 человек. То есть, да, еще добраться нужно вот до этих ребят, конечно, на стенах, которые стоят, но сомневаюсь, что это будет сложно. То есть, видите, сейчас больше, скажем так, геморрой в плане убийств делают именно вражеские лучники. Валят, валят людей потихонечку. Ну и здесь, да, эти... О, вот часть отвалилась, я думал только мне, скажем так, дозволено на куски кромсать людей, но нет, оказывается, нет. Вот эти лестницы, конечно, это то еще баганное говно в плане того, что постоянно как-то скачет мой персонаж, как-то его дергают постоянно, черт что вообще происходит, но это ладно. Давайте-ка наверх заберемся, то я вижу, здесь слишком важные курицы у нас сидят, достают наших пацанов, настреливают им в спину и так далее, а это непозволительно. А, еще один, ну давай. Спасибо, что выстрелил, нам было очень важно ваше мнение. А, ну и все, финита ля комедия, суммарно потеряно 20 человек, может 22 будет по итогу. Но наши нарезают их просто на фарш. Да, конечно, стены разрушены, в плане обороны это поселение будет не фонтан, но, опять же, оно одно из самых отдаленных вообще на карте. Никто сюда не полезет, какая-нибудь армия драйков или ботанцев, маловероятно, что сюда пойдет. А если и пойдет, скорее всего, она тупо развалится из-за нехватки сплоченности. То есть, к примеру, возьмем армию драйков, которая была в конце прошлой серии, которую мы с вами разбомбили, но у нее все равно осталось 700 человек. По итогу, та осада так и не состоялась, потому что они сидели, играли со мной в игру, типа, я поставлю катапульту, они ставят требюшеты, типа, ну и так далее. То есть, пытались взять меня голодом, а в итоге их армия развалилась из-за нехватки сплоченности, ну и битвы этой просто-напросто не было, поэтому они развалились и разбежались со временем. Так что, сомневаюсь, что сюда кто-нибудь пойдет. То есть, я какое-то время поруковожу, конечно же, этим городом, чтобы здесь набрали ополченцев, набрали гарнизон и так далее. То есть, скажем так, по моим настройкам, которые есть в Арчике. После этого уже я передам, скажем так, командование новому правителю этого поселения. Просто, чтобы у него изначально, скажем так, были какие-то войска для защиты, ну, от самых базовых чуваков, потому что здесь, допустим, ходят лорды по 150 человек, они спокойно смогут взять это поселение, если ничего здесь не делать. Типа, если не обеспечить какую-то базовую оборону. Так, ладно. Нанимаем этих ребят. Есть какие-нибудь, да, вот такие вот ребята есть. И, в принципе, все. Все остальное, по сути, мусор, но пленников мы, конечно же, берем для того, чтобы оставить их здесь. Видимо, у меня еще дофига пленников, да, я постоянно их с собой ношу. Это тоже помогает неплохо так возобновлять, скажем так, мои боевые потери и так далее. Повышенный уровень в дальнем бою. Нет, все это, конечно, круто, ребятки, но сомневаюсь, что мне сильно пригодится. Не хочу брать много хлама, потому что, видите, у меня уже хлама, как бы на 10 тысяч и так далее, в плане веса. Много брать не хочется. Хочется все-таки что-нибудь выбросить, оставить. Ну, все, больше я брать не буду, остальное там мусор, совсем копеечный и так далее. Естественно, проявляем здесь милосердие, заходим в улучшенный гарнизон. Так, где у нас здесь все это мероприятие с управлением? Так, берем варчик, скопировать во все замки, ну и во все города. То есть, пока что у нас под выбором идет варчик. А, кстати, варчик мне, ну, приносит, естественно, убытки, потому что все-таки, как видим, численность гарнизона все-таки огромная. Но, по правилам, то проблема, здесь, к сожалению, ничего с этим не сделаешь. Ладно, отправляемся с вами в подземелье, накидываем сюда всяких бомжовых пленников и так далее, которых мы с вами здесь набрали, чтобы их тоже нанимали в гарнизон для обороны и так далее. Так, это у нас наши пацаны, это всякие ничтожества, ботанские и так далее. Так, ну, это у нас оверкрутая кавалерия шестого ранга с других фракций, мы ее, естественно, оставляем. Пехота такая нам не нужна. И все, то есть у нас, видите, с вами уже сотка ополчения есть. Так, что там, город наш не осаждают? Ничего, ну, проверить хочу. Кстати, их здесь осаждают германцев, то есть они против Западной империи воюют. Ну, думаю, понятно, кто их осаждает. Западная империя, кстати, довольно неплохо к нам подобралась, на удивление. Но благо она воюет еще дополнительно с Сакой и с Южной империей. То есть, ну, не дают ей слишком сильно расширяться. Хотя, учитывая, сколько людей я убил, типа, вот, у драйков, у ботанцев и у германцев, ну, карта должна была давно измениться. Но этого, к сожалению, не было. Так, что у нас здесь пока, чтобы по гарнизону? Он набирается очень медленно, то есть я хочу, чтобы здесь было 100 гарнизонов, 100 ополченов, то есть суммарно 200 человек. После чего эту территорию без особых проблем можно будет передать. Кстати говоря, моего того чувака освободили. Прямо перед осадой прислали мне гонца, типа, выкупишь его и все такое. Я его, естественно, выкупил, так что можно создать ему боевой отряд. Но делать я этого не буду, потому что его опять могут пленить. Ну, он тот еще придурок, сами думаете. Вместо этого все-таки отдам ему замок Устокол. Чуть попозже, чтобы он здесь спокойно себе правил. Ну, и, соответственно, платил мне дань и был отличным боевым отрядом. Плюс ко всему, его обязательно теперь нужно будет таскать с собой, чтобы он повышал ранг своего клана. Чтобы у него было больше боевых отрядов, финансов, возможностей и так далее, и так далее. То есть сделать это нужно было, по идее, раньше, еще на верчике. Но, к сожалению, это был не вариант, потому что у меня были проблемы с финансами. Они и сейчас есть. И, стрёма того, что у меня в банке лежит 250 или 300 тысяч. Казалось бы, депозит должен хорошо капать. Но капает так себе, потому что я мало... Вернее, поздно спохватился о депозитных делах, скажем так. Ну ладно, сейчас немножечко подождем. Опять же, пока все это мероприятие докапает. Мне нужно, естественно, будет вернуться в арчик продать хлам. Пополнить, скажем так, свой финансовый бюджет. Потому что, ну, нынче он у меня такой себе, мягко говоря. Можно, в принципе, и своих людей, на самом деле, отдать. Но как-то вообще не хочется этим мероприятием заниматься. Ладно, давайте найдем... Ну, вернее, да, вернемся в арчик. И с нашим пацаном нужно здесь поговорить. Так, где этот товарищ у нас с вами? Так, находится в арчик. Вот молчаливый парень. Можно его отозвать. А, ну, поговорим уже непосредственно в арчике и отдадим ему этот замок. Так, ну что ж, хлам мы с вами продали. Немножечко поторговали. Так. 30 тысяч раз в 7 дней это слишком много. Учитывая, что трата у меня по 5 тысяч. Типа, это, мягко говоря, такое себе. Немножечко не хватает. Была бы здесь сумма 1050, была бы в кассу. Но вкидывать деньги сверху я не могу. Опять же, как видим, потому что денег мне самому не хватает. Ладно, болтаем сейчас с нашим молчаливым товарищем. Хочу вознаградить тебя за службу и выдать тебе замок Устокол. Естественно, мы заплатим 20 тысяч от влияния. Благо, влияния дофига. Спасибо битве с кучей различных армий во время осады. И создаем ему непосредственно свой клан. Так, раз уж у меня такое, скажем так, печальное событие. В плане того, что мне предстоит осаждать очень жесткий город. Я все-таки воспользуюсь моментом. И забабахаю себе дополнительный боевой отряд. Пусть он немножечко набирает себе людей. Плюс у меня еще появляется молчаливый парень, который тоже должен ходить нанимать людей. Но я ему это не доверю самостоятельно, потому что там дофига вражеских кланов, лордов и так далее. Ну, имею в виду возле Ревела. Его просто натянут. И мне это, естественно, не понравится. Так что пока сидим ждем. Пока вот эти вот ребята, то есть бык и наш молчаливый парень, наберут себе войска, хотя бы по 70-80 человек каждый. Я, естественно, буду в процессе помогать, нанимая кого-нибудь здесь в городе, который как бы сменил уже культуру, кстати говоря, на римскую. Но войска, как видим, все еще какая-то шляпа. Итак, что ж, господа, деньги с банка я снял, потому что у меня их было очень-очень мало. А нам сами необходимо сейчас идти и участвовать в очень жесткой осаде на Ревел. На 600 человек, их 1100, то есть считайте, что их в два раза больше. И опять же, я надеюсь, что осада поможет. Мы снесем им стены и как-то у нас получится порвать им из-за этого задницу. Но честно, я очень сильно не уверен в этом. Сразу говорю, то есть мы попробуем, в случае чего всегда опять же можем отступить без особых проблем. Так что нужно быть здесь, безусловно, осторожным. В идеале, чтобы еще клан из Бенезеляля отсюда свалил, потому что, ну, лишняя сотка человек для нас там может стать реально фатальной. Так что, если он свалит, будет вообще потрясающе. Но, как видим, не собирается. Не собирается парнишкой сваливать. К сожалению. Так, что у нас здесь происходит? А, ну, деревни дальше грабят мои здесь. Я, опять же, ничего поделать, к сожалению, не могу. Нападаем. Кстати, у них вроде как 1700 продовольствия, но, видимо, из-за большого количества людей и так далее, им еды хватит всего на 10 дней. То есть у нас, на самом деле, есть шанс их, скажем так, ну, заморить голодом, короче говоря. Так что, отличные новости, ребята, отличные новости. Все шансы теперь есть на то, чтобы взять Ревел. Это у нас, напомню, город, у которого 14 тысяч благополучия. То есть вы должны примерно представлять, какую огромную кучу бабла этот город будет мне приносить. Я его, естественно, оставлю себе. Варчик тоже оставлю себе, потому что это у нас, скажем так, пограничный город, который нужно будет защищать, а потом со временем его, естественно, передам кому-нибудь другому. Ну, когда захвачу чем-нибудь поближе, скажем так, территориально. Мне, по сути, нужно захватить еще какой-нибудь Амор или что-то, или Апикратею, а потом уже можно, кстати, с германцами будет завязывать. Ну, то есть полностью их окончательно вырезать. Ну и, соответственно, забрать себе вообще все остальные территории. Но нужно иметь в виду, что тогда на меня ополчатся куча государств, и будет куча одновременно фасад. То есть к этому нужно очень серьезно подготовиться. То есть переманить какие-нибудь кланы заранее. Скорее всего, ботанские, потому что они лишились приличного куска своих земель, благодаря как раз-таки вот этим ребятам из Германии, нынче ребятам из Империи. Так что нужно будет об этом подумать. То есть нужно будет переманить парочку кланов перед тем, как начинать какой-то серьезный движняк в плане полностью уничтожать Германию. То есть перед этим. Ладно, пока что мы с вами сидим, ожидаем осады. Я, естественно, разрушу все стены осадного орудия. Будем морить их голодом, чтобы их количество существенно уменьшилось. Имею-то ополченцев. Я вот не помню, то ли ополченцы, то ли гарнизон. Только одна из этих штуковин будет от голода умирать. То есть один из этих отрядов, подразделений. Посмотрим какой. Ну а пока тупо ждем. Итак, господа, мы с вами готовы к осаде. Еле как смог выиграть идеальный момент, когда у них нет осадных орудий. Потому что они очень быстро их строят, если что. В итоге гарнизон их полностью ранен. Ополчение потеряло человек что-то около 10. Ну, в общем, они, видимо, голоду вообще не подвержены. Ну и ладно. То есть по итогу потеряли пацаны фул гарнизон. Осталось 700 человек против наших 500. Но опять же, нет стен. Ополченцы это очень-очень слабые ребята в плане прокачки. То есть с первого по третьей ранг у них в основном войска довольно слабые. Ну а у меня 500 очень подготовленных бойцов. Ну, за остальные говорить не могу, но мои 350 точно машины войны на 90%. Так что время захватить Ревела, которым я мечтал с самого начала этого прохождения. Ну что ж, господа, осада у нас с вами. Наконец-таки Ревела началась. Погнали. Очень довольно странный подъем. Никогда раньше таких в ваниле не видел. Ну, как бы территории здесь, по идее, должны быть ванильными. Поэтому меня это немножечко и смущает. Такой странный холм. Обычно это просто стена, дырка и все. Никакой, скажем так, индивидуальности. Но подъем, как видим, здесь тоже просто потрясающий. Он выглядит потрясающим. Он таким и является. Подняться очень-очень сложно. Попробую на лошади, потому что, ну, человеку, не знаю, бот как-то поднялись мои солдафончики. Но у меня не получается. Ладно, на коняки смог подняться. Ох, my one, на нищину беру. Не хочу, не хочу, страшно. Много лучников, которые могут прострелить мне задницу. Мои пацаны там что-то пробрались, но сомневаюсь, что у них все будет очень потрясающе. Так, здесь видим пачка вражин хочет наших здесь затоптать. Поможем им немножечко. Главное, самому здесь не оказаться, скажем так, в центре внимания в плохом смысле. Так, помогаем пацанам. Пацанам. Так, вот мы их топчем. Еще по одному здесь поднимаются. Ну, считаю, что у них одна дырка в стене, потому что, ну, это жесть какая-то здесь подниматься. Даже боты особо не рискуют. Их очень мало. Ну, и тех, что лезут вообще через эту дырку. Это плохо, кстати говоря. То, что наших лезет мало, а врагов здесь все еще дохрена и больше. Сами видите, то есть здесь, ну, врагов реально больше. И это плохо для нас с вами, так какого-то легионера завалил. Чертечо, нет, я, пожалуй, проберусь по этой стороне и буду бить лучников, чтобы помочь нашим ребяткам. Потому что с той стороны топать, где прям вообще какой-то мрак, мне не хочется. Кстати говоря, здесь что-то какие-то фризы, или мне кажется, очень странное дерьмо. С чего бы вообще такая фигня происходила, непонятно. Ну, реально, фризы какие-то, думаю, вы тоже все это мероприятие видите. Крайне неприятно, если честно. Почему это происходит, абсолютно непонятно. Никаких проблем быть не должно. Ладно, попробуем с этой камеры смотреть. Ну, тоже какая-то шляпа, если честно. Не, мы их валим очень бодро. Сам видите, соотношение. То есть город 100% будет взят, но эти фризы непонятно откуда взявшиеся. Не знаю. Может быть, ну, опять же, учитывая то, что я ни разу вообще такое поселение не видел, возможно, оно какое-то кастомное. Потому что, ну, допустим, арена здесь очень похожа на как раз-таки римские всякие территории, но это территория по факту ванильных стургов. И, ну, опять же, такого вала вообще не видел, да и поселение такое мне как бы ни разу не встречалось. Так что я, как говорится, в довольно спорных, так сказать, ощущениях. Но, неважно. Наши пацаны, в принципе, всех вырезали. Мы из всей армии потеряли всего лишь 10%, то есть 50 человек из 5 с лишним сотен. Так что все великолепно, как и ожидалось. Мы их вырезали. Столь шедевральный город мы забрали себе, что вообще потрясающе. Ну, осталось еще какой-то бомжик где-то здесь застрявший. Ну и все. В общем, у нас с вами здесь безоговорочная победа. Куча влияния, известности и денег. Правда, прокачалось всего 10 человек, но, опять же, потому что моя армия сплошь и рядом состоит из очень-очень прокачанных бойцов. Так можно еще и пленников себе нанять, которые вообще будут просто в кассу. Кстати, еще можно крутых пленников найти. В общем, забираем всех опять для того, чтобы продать. Помним, с финансами у меня как бы проблема. Да, не забываем про этот момент. Поэтому пленники нужны просто до чертиков. Естественно, весь этот хлам тоже нужен. На самом деле, у меня есть хлам, чтобы продавать. Но, мне кажется, все-таки лишний не будет. Особенно сейчас, когда у нас у меня все-таки два города. Странно, что не предлагают мне, типа, поделить городок и все такое. Кстати, потеряно будет всего 400 благополучия. А, 800. Писали, что 400. Обманули. Один из ваших отрядов потерял лидера. Он будет распущен через день, если вы сохраните отряд. Можете назначить нового лидера. Неужели кто-то умер из моих пацанов? Это довольно печально. Давайте посмотрим в клан. Так, да, у меня действительно стало меньше спутников на два человека. Один из них, опять же, стал лидером нового клана. Что, естественно, понятно. А один умер, к сожалению. Так, а кто у меня вообще мог здесь умереть? Умер у меня, поди, молчаливый пацан. Если это не тот чел, которого я сделал... Нет, молчаливого я сделал этим парнем. Так, а кто умер? Блин, тогда я не знаю, если честно. Кто у меня именно умер, но ладно. Главное, что чувака мы потеряли, и это фиаско. Плюс еще нету спутников, которых можно было его нанять. Тоже довольно-таки печально, если честно. Пленников надо будет продать. Немножечко поторговать. Кого-то вообще можно, в принципе, выбросить. Кстати, не знаю, как здесь дела в цитадели, в подземелье. Ну, во-первых, мне нужно управление во все города перенять. То есть сейчас мне это поселение приносит 19. А, ну да, это из-за низкой верности, из-за минусов продовольствия и так далее, и так далее. Когда все наладится денег, это поселение будет приносить дофига и больше. Плюс ему еще необходим губернатор, как вы понимаете, чтобы вообще все было шоколадно. А строить здесь вообще ничего не нужно. Так, здесь вообще какая-то шляпа на самом деле. Должен давать лояльности и как раз-таки вот это вот влияние мне. Но что-то нифига. Давайте на продукты как-то сделаем. То есть больше будет продуктов всего этого мероприятия даваться. И это будет отлично. То есть если нет проблем с провиантом, то есть с благополучием тоже нет проблем. И большие гарнизоны тоже будут поддерживаться. А раз строить здесь ничего не надо, так вообще дела у нас с вами шоколадно будут идти. Так, в подземелье. Если здесь пленники, вообще нет пленников. То есть, соответственно, мне много людей придется сдать сюда для найма соответствующего в будущем. Примерно сто с фигом человек Бенезилал пусть да, остается здесь. Лордов других нету, ну и все. То есть мне остается сделать в принципе две вещи. То есть, во-первых, отправиться в квартал Таверн и продать лишних пацанов. То есть продать всяких ботанцев, саков и вот все вот это вот мероприятие. Самых-самых лишних легионеров и так далее. То есть римских пацанов оставить себе. Что самое важное, ну в принципе, по большей части они у меня здесь и остались. Есть, конечно, парочку таких лишних, скажем так, ребят. Но в основном остались у меня самые верные ребятки. Получаем за это целых 7 тысяч. Кстати, мне это интересно по торговле. 190 тысяч можно получить благодаря торговле. Это, мягко говоря, потрясающе. Чисто ради эксперимента. Хлама у меня, как видим, тысяч на 300. И это только из одной категории броня. Чтобы вы понимали. Ну то есть я вообще зажиточный парень до невозможности. В общем, да, все это мероприятие мне сейчас предстоит довольно долго и нудно продавать. Но опять же, лучше все-таки делать так, чем самому как-то все это мероприятие зарабатывать честным трудом, потом и кровью и так далее. Что я, в принципе, не особо люблю. В общем, сейчас быстро продамся и решим, что будем делать дальше. Так, хорошо. Здесь я продался. Думаю, здесь тоже стоит открыть депозитный счет и вложить сюда условно 70 тысяч. Ну, остальное я, скажем так, оставлю себе для того, чтобы у меня здесь все-таки деньги оставались на прочие расходы и так далее. Потому что сейчас данное поселение будет жрать у меня просто овер до хрена всего и вся. То есть денег и так далее. Вместе, в принципе, с остальными ребятками. Так что пока мы просто ждем, чтобы это поселение укрепило свою верность новому правителю. Ну и, соответственно, кстати, видимо, здесь есть какое-то логово и так далее. Кстати, нет, логово не показывает. Просто видим, безопасность в минус идет. Хотя, казалось бы, какого хрена. Ну, скорее всего, опять же, дело в голоде, хоть он здесь и не отображается. Ну и благополучие тоже, оно слишком, на самом деле, огромное. Проблемы плюс еще с провиантом, которого, кстати говоря, у меня вообще нету. Ну, поселение я, естественно, оставлю себе. Я вот думал, почему не было голосования по поселению. А вот оно. Ну ладно. Это все, в принципе, мелочи, на самом деле. Опа, опа, опа. Варчик под осадой. Только думал, что все вроде бы наладилось, но ботанцы решили осадить варчик. Как говорится, не все так просто. Так сказать, цена моего захвата двух германских поселений как раз таки у нас с вами варчик. Интересно, как они на это все-таки решили, сколько людей они там собрали и какие у меня есть варианты, на самом деле. И смотря, сколько их человек. Сейчас глянем. Итак, их у нас тысяча с хреном человек. Сотка уже ранена. Они что, уже в осаде или что, я не понимаю. Почему сотка ранена? А, сотка ранена это гарнизон, потому что проблемы с провиантом. Ну, по классике, да? Ваш отряд убил несколько животных, потому что нет провианта. Это, допустим, вмешаться помочь обороняющим. 65 человек уйдет у нас с вами, чтобы пробраться. Но если мы не проберемся, сами понимаете, мы просрем. Вариантов здесь не остается. В итоге нас, как видим, 900 человек против 1000 человек. Ну, ботанцев. Ну, ладно, на самом деле, они красавчики. Они дали мне столько времени, чтобы захватить еще дополнительный город, дополнительный замок. Я, на самом деле, вообще в шоколадке. То есть, я успел все позахватывать, все, что хотел. И можно вернуться снова к обороне варчик. Да шучу, конечно же. Но, тем не менее, все равно молодцы. Интересно, во что это выльется. Как долго мы здесь будем танцы с бубнами делать. Но самое интересное, что гарнизон перестал. Или не перестал. Нет, все-таки он продолжает немножечко дохнуть. Я думал, типа, я сюда пришел, и гарнизон такой, все, по кайфу. Жизнь вообще отлично идет. Но нет, к сожалению. Прорывы делать бесполезно, как мы с вами уже выяснили в предыдущих осадах. Так что, ну, просто ждем. Мне ничего больше не остается ожидать нападения ботанцев. И уже решать, скажем так, эту проблему постфактум. Итак, господа, осада началась. У нас, как кажется, три катапульты, а не четыре. То есть, здесь мы остаемся без катапульты, что очень-очень печально, на самом деле. Сидим пока что, ждем, что враги наши предпримут. Непонятно, будут ли мои катапульты уничтожить вообще какие-то осадные орудия. Если они не уничтожат ни одного осадного орудия, шанс поражения существенно вырастет. Сразу говорю, ну, то есть, нужно хотя бы, чтобы одна сторона была в безопасности. Без разницы, это будет башня, таран или что-то еще. В идеале, конечно, таран, но дело десятое. В общем, нужно, чтобы уничтожили осадное орудие. Но пока я не вижу ни одного удара по осадным орудиям. Вместо этого наши ребята смело атакуют солдат, блин, на которых вообще, в принципе, наплевать. Если на то пошло. О, первая атака по башне у нас здесь с вами прошла. Хорошо. Только вот стоит ли оно того, я что-то сильно сомневаюсь. Потому что, ну, лишь одна катапульта у нас с вами атакует башней. Это даже на башню не нацелено, если что. То есть, они такие, типа, а, да по боку вообще. То есть, враги сейчас будут лезть буквально со всех щелей. Это, сами понимаете, большая-большая проблема для нас с вами. И что, кстати, надо делать, но я черт знает что. То есть, таран уничтожить бесполезно. Башню теоретически уничтожить можно, но таскать камни слишком далеко. И нужно пробиваться через свои же подразделения. Тоже темка не фонтан. Ну, а здесь башня уже как бы встала. То есть, мы, по сути, с вами... Единственный вариант, который я вижу, это помочь уничтожить ту боковую башню. Как раз таки слева. То есть, да, буду носить камни, буду пытаться пробираться и башню эту раздалбывать. Там нет катапульта, поэтому придется проходить самостоятельно. Ну, и довольно далеко. Поэтому я буду ходить на ускоренном шаге. Для того, чтобы все это мероприятие происходило побыстрее, тупо. То есть, буду проходить вот так вот. Бить осадную башню. Все, я ее уничтожу. Довел. Хренасия, мне тут зарядили. Очень неплохо с этого... Спрощи. Очень неплохо. Молодцы, че я могу сказать. Почему мои пацаны туда-сюда ходят? Видимо, это подкрепление других вариантов я не вижу. Ну, в общем, да, башню мне сейчас нужно уничтожить. После этого уже какие-то шансы у нас здесь с вами появятся. Ну, и главное, чтобы меня здесь пропускали. То есть, чтобы вражеских солдат здесь не было. А они здесь есть. Какого-то хрена. Так, аккуратненько выдалкиваем вражеских солдат своими солдатами, чтобы мне никто не мешал. Пошел вон. Пес. Так, 200 урона, фигня. Ну, что поделать? Все, пустите, пустите. Так, все, я выкинул. Пробираемся вправо-лево, вправо-лево. Мансуем, так сказать. По соотношению пока все хорошо. Но, опять же, опять же... Все равно со всех щелей эти козлы лезут. Это проблема. Опа. Ну, наши все сейчас катапульты хорошо долбят. Кстати, у защитников появились огненные катапульты. Не знаю, в чем дело. Вроде как не прокачивал... Вернее, никаких навыков своему инженеру я вроде как не прокачивал, но все равно огненные катапульты появились. Видимо, у защитников здесь есть какой-то мегапрофессионал. Ну, пес знает. Я с ним не знаком, короче говоря. Так, пока неплохо. А что, здесь уже пролезли пацаны? Ну, пусть лезут. Опять же, если я изничтожу башню, то я значительно сильнее помогу пацанам непосредственно у ворот, чем если буду просто кидать в камни в каких-то петушар. 700 урон, кстати, на него сочет хорошо. Очень хорошо. Двигаем, двигаем, двигаем туда-сюда. Я очень мегапрофессионал. Так, пока убили 400 человек. Потеряли соточку. Ну, приемлемо. Кстати, лорды вражеские уже вылезли, так сказать, неплохо. Это неприятно, но ничего не поделаешь. Двигаемся дальше, ребятки. У нас много-много-много дел. Так, тихо. Аккуратненько, чтобы меня опять не полосанули чем-нибудь. Да что ж такое? Сколько нужно камней кинуть в эту халабуду, чтобы она наконец-таки развалилась? Так, сбоку вижу, там пролезают очень активно вражеские ребята. Ну, честно, мне надоело эти камни кидать. Но чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Кто же знал, что мои требюшеты будут такими бесполезными? Ой, вернее, мои катапульты. Ну, типа, они вообще практически нифига не сделали во время подходов как раз-таки осадных орудий. Из-за этого мне здесь приходится потеть. Безусловно. Так что, такие дела. Надо хотя бы лучники здесь пользуются, скажем так, своим положением и настреливают вражеским пацанам. Соотношение 160 на 500. Очень хорошо. Трехкратное примерно преимущество. Так, здесь никто не лезет. Все, башня хана. Знаете, что мы теперь с вами делаем? Мы перестраиваем свои войска. Так, у нас здесь с вами какое подразделение? Четвертое подразделение. Великолепно. Четвертое подразделение идет и выстраивается в линию вот здесь. Как только они сюда дойдут, мы перестроим... Кстати, а есть ли смысл вообще кого-то перестраивать? Они бегут. Они бегут. Мать их за ногу, вы представьте. Валят. Потеряли 600 человек и валят. То есть, ну, я одно с одной башней. Хотя, казалось бы, у них еще две точки входа было, но они тупо валят. Полудурки какие-то. Я не понимаю. Ну, я мега-профессионал. Чего с меня взять? Все меня боятся, а? Да, но на самом деле уйдет очень много вражеских лордов со своими войсками. То есть, видимо, они здесь сбежавшие. Поэтому печально. Какое-то количество войск все-таки останется у этих ребят. А мы все еще голодаем. Не забываем. Хотя парочку пленников мне здесь все же обломится. Всего трое, кстати говоря, к моим большому разочарованию. Ну, а можно взять пленников этих. Хотя бы финансы поправим. Кстати, в этом смысла особого уже нету. Потому что, как видим, наконец-таки то поселение начало приносить мне довольно хороший доход. Это прям радует мою грешную душу. Кстати, провианта нам подогнали. Слава богу. Я уж беспокоился, что придется бы как-то закупать или типа того. А это была бы, мягко говоря, большущая для нас с вами проблема. Уж поверьте мне. Это было бы крайне неприятно. Но ничего не поделаешь. Так, давайте просто заберем. Один. Два. А, ну, в принципе, да. Оставим одно оружие и все равно будет дофига и больше. Ладно, пусть ребятки немножечко порадуются опыту. В итоге. Их, кстати, осталось всего 260 человек. Нас 400. То есть, я сейчас смело пойду и разобью им лица. Непонятно, правда, сколько там людей у них все-таки осталось. Тем более, мне сейчас необходимо быстренько продать всяких бесполезных пленников. И накупить вот этих ребят, безусловно, не помешает. Скорость, кстати, у нас всего лишь 2,3. Что меня немножко разочарует, но ничего не поделаешь. У них скорость не лучше. В итоге сбежало там 3 лорда. Если мы их догоним, а мы их, скорее всего, догоним, то, естественно, я сейчас порву им задницу. И ботанцев мы с вами еще очень-очень не скоро увидим. По итогу, как вы видите, у нашего королевства все, наконец-таки, более чем отлично. Стабильный поток финансов у нас с вами есть. Плюс отряды некоторые еще даже доход начали приносить. Какого-то фига непонятно мне, если честно. Ну, теперь у нас с вами остается идти исключительно в расширение. Только так и не иначе. Ну что ж, дамы и господа, а на этом данная серия подходит к концу. Ну а перед тем, как мы закончим, хотелось бы передать отдельную благодарность моим подписчикам на Бусти. Ну что ж, а у меня на этом все. С вами был Кит и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok